Это хорошая смесь от тяжелой головы, единственное, что мята спиката, мята спиката, которая садовая, которая, она же колосовая, колосковая мята, спирмент, вот она от тяжести намного сильнее, чем мята перечная. Так что выбираете, и можно удалить лаванду и розмарин из смеси, и вообще будет хорошая смесь из одного эфирного масла. Хороший получился кашей из топора. Облегчить состояние при мигрене. Если бы это была рекомендация от просто головной боли или от тяжести, или от усталости, можно было бы, ну, как-то ее применить. Но эта смесь опасная для тех, у кого мигрень. Во-первых, здесь не сказано, как применять. Вот у вас мигрень. Вам и так думать сложно. Вам еще говорят, смешайте эфирные масла, эфиры, сосны, мяты и лимона. Не указано, какая сосна из какой части растения в равных количествах. И что? Выпить? Клизму? Комнату ароматизацию сделать? Массаж? Массаж головы? А что именно? У тебя мигрень. Это же даже не голова, это не головная боль. Это головная боль, умноженная на 10. Это прям, ну, у мигрени те же самые симптомы, что у менингита. Представьте себе, насколько это болезненно, что вы не можете ни думать, ни размышлять. Это первый минус. Недоделанный рецепт. Второй минус. Я уже упомянул, что мята наверняка мята перечная считается. Сосна. А сосна какая, тоже непонятная. Об этом я уже сказал, что здесь нужно уточнять, потому что сосновых эфирных масел много, и все они называются сосна. Третье. Лимон приятненько от головы. При мигрени он вообще никак, да, не хорошо, не плохо. Только если мигрень вызывает еще и приступы тошноты от постоянной головной боли, для вас наизнаково выращивать, то лимон поможет. Мята – хорошо. Сосна – только если это ингаляция, и то очень разреженная. Из хвои. Если у вас в комнатке немножко пахнет какими-нибудь хвойными. Но мята и лимон между собой никак не сочтутся. Смешайте любые два эфирных масла. Одно из них мята, другое – любой цитрус. По отдельности они свеженькие и приятненькие. Вместе они дают тяжелый какой-то искусственный карамельный аромат. Пересладкая какая-то такая штука. И один раз интересно понюхать, какой получился результат. Но в момент, когда вас может стригерить любой сильный запах, этот аромат будет сильно раздражать и ухудшать ситуацию. Все три по отдельности – хорошо. Сосна неизвестно какая. Лимон – окей. Можно взять только мяту в равных количествах. И все. И там несколько методов применения. Я расскажу потом как. Если от переутомления. Болит голова от… Не переутомления, а от излишних излияний. Или когда… Излишние излияния, когда вы перепили. Перепил. И у вас похмелье. Или когда вы выздоравливаете после болезни. И вот как бы организм… Ваша кровь немножко, грубо говоря, засорена продуктами метаболизма. И от этого голова тоже… Это практически тот же самый рецепт, что облегчивает состояние при мигрении. Уменьшает боль при мигрении. В равных количествах. Ромашка, лаванда и лимон. Почему-то этот автор очень сильно любит лимон куда-нибудь запихнуть в равных количествах. Ромашка – хорошо. Лаванда – хорошо. Третьим нужен не лимон. Третьим нужно что-то очень сильно охлаждающее, такое очень воздушное. Каепут, камфора, мята, эвкалипт. Вот из них выберите. Или равенцары. Вот они более-менее подойдут. И причём ромашки одна капля, допустим, лаванда, две капли, четыре капли мяты перечной. И ещё немножко каепута. Вот тогда эта смесь будет более-менее работать. Пять. Вот в этих рецептах так же не указывается, какая именно ромашка. Вот есть в пятом рецепте ромашка. А какая? Римская, немецкая, турецкая какая-нибудь. Ну, турецкая, она всё равно будет римская или немецкая. Потому что это либо матрикария, либо антомиснобелис. Они не одинаковые. Вы посмотрите на их хроматограммы и не увидите ни одной совпадающей молекулы. Они абсолютно разные. И, судя по всему, автор, во-первых, очень любит лимон. Во-вторых, у него склонность к пониженному давлению. И у него болит голова, когда... И мутит немножко, когда... Потому что ему нравится, чтобы лимон был. Потому что лимон увеличивает концентрацию. У него, наверное, мутит от того, что у него давление немножко снижено. И вот он думает, всем это поможет. А у кого-то болит от повышенного давления. А у кого-то болит от совершенно других триггеров. Так что не надо... Вот если вот пятый рецепт взять. Ромашка, лимон и бергамот. И убрать остальное. Это будет просто ваша справочная информация. Сколько есть ромашек, сколько есть лимона и сколько бергамота. Бывают две ромашки. Бывают один лимон и один бергамот. И не перепутайте. А как смесь от головной боли... Ну, не знаю. Они по отдельности хороши будут. Иногда. При некоторых головных болях. А вместе я бы не применял. Это вот спазмы сосудов головного мозга. И вот этот вот перечень эфирных масел. Это что? Это они, каждый из них работают? Или... Просто непонятно, что это такое. И, знаете, есть такой симптом недоученного ароматерапевта. Шалфей. Когда вы говорите шалфей, и не уточняйте какой, это очень грубая ошибка. Это просто... Если бы ароматерапией была религией, сейчас был бы 16 век, вас бы на костер за предательство вашей церкви. Потому что шалфей лекарственный, тяжелое активизирующее масло, эфирное масло. Шалфей мускатный, тяжелое, релаксирующее, расслабляющее эфирное масло. Не указывает, какое из них. Но это все равно, что актеру положить два пистолета. Один из них бутафорский, другой настоящий. И они выглядят одинаково. С каким ты выстрелишь? При спазмах сосудов головного мозга. Каким шалфеем ты воспользуешься? Спазмы, наверное, это причина головной боли. Или какой-нибудь там перепадов давления. А в худшем случае, если это спазмы настоящие, спазмы такие большие, серьезные, то это инсульт или прединсультное состояние. Стреляй. Сработает ли бутафорский? Настоящий пистолет. Ой, жалко, что сейчас не 15-16 век, и ароматерапия это не религия. Было бы намного легче бороться с ересью. Весь похмельный синдром, все его симптомы, все его аспекты, эти все три эфирных масла будут хороши. розмарин, лимон, эвкалипт. Да, можно, я бы еще и фенкель сюда добавил, можжевельник добавил, и что-нибудь еще, и имбирь. Но это все смешивать или как-то, но, наверное, это рекомендация из интернета по выбору эфирных масел, как-то мимо применять, но это уже ваше дело. Вот так, нормальные масла. Не самые сильные, но и нормально подходящие под похмельный синдром, более-менее. Ой, смесь номер два. Можжевельник и лимонграсс. Хорошая смесь, еще ее немножко улучшить при помощи фенкеля и только для массажа. Вот массаж при стрессах, переутомлениях, перетруженности и усталости, мигрени здесь лишние. Вот с теми остальными детокс-массажи будут хороши. Вот можжевельник, лимонграсс и фенкель. Почти угадали. 60% молодцы. Про пятую смесь. Лаванда, сосна сибирская и можжевельник, скорее всего, из ягод. Избавляет от длительных головных болей, снимает напряжение, усталость. Ну, а я вообще, я не понимаю. А зачем? А почему? А почему можжевельник? А зачем сосна сибирская тут? Оно, конечно, может кому-то помочь. От усталости любое внимание хорошо. Для одинокого котенка любой человек, кто погладит хорошо. Хоть по часовой, хоть против часовой стрелки. Здесь эфирные масла, все антиоксиданты, все молодцы, все сработает. А почему эта смесь непонятна? Можжевельник, затормаживатель процессов, детокс и инфантилизатор. Ну, не совсем точно этого указано. А длительных головных болей не к месту. Если это были длительные головные боли именно от длительного запоя, тогда да. Это, 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 это подойдет. А все остальное, ну, я не знаю. Оно как-то пальцем в небо и палит здесь, небо там. А еще у вас ночь, вы не знаете, попали или нет. Ну, шестой рецепт, сандал, базилик, шалфей, мускатный. Вроде бы, на первый взгляд, так интересно задумали, пока вы не смотрите вглубь. Базилик, конечно, лучше линолольный взять. Сандал можно убрать, потому что он здесь вообще нафиг не нужен. Можно добавить мяту, можно добавить лаванду, можно добавить лемонграсс. Можно добавить много чего, и гвоздику, или камфор, сандал не к месту. Дорогое эфирное масло расходуется просто зазря. Но самая главная ошибка – это две капли шалфея мускатного. Ну, блин, вы знаете, если вы хоть раз смешивали шалфей мускатный с чем угодно, это очень подавляющее все остальное эфирное масло. Когда вы его смешиваете с лавандой, допустим, или с базиликом, его надо раз в пять-десять меньше, чем других эфирных масел. Тогда он будет играть наравне. А так он задушил сначала сандал с базиликом, они мертвые лежат в уголке вашей этой чашечки, где вы смешали, а потом он задушит вас. В такой, я не знаю, болезненные ощущения, вызванные спазмом, у вас будет болезненные ощущения, вызванные головной болью от передозировки шалфея мускатного. Все, молодцы, у вас теперь новый жизненный опыт. Поздравляю. Ай, смесь ромашки, которой почему-то не указали, какая именно ромашка, ну почему-то понятно, что почему, потому что они сами не знают, как работают ромашки, поэтому и не указали. Апельсин и пергамот пишут, что быстро избавляют от головной боли и придают силу бодрости. Придаст силу бодрости, да. Если вы особенно возьмете ромашку римскую. Кто у меня не обучался, те думают, что все ромашки успокаивающие. Ромашка римская не обладает седативными свойствами, она нейтральная. Седативными свойствами обладает немецкая ромашка. Вот. Апельсин с пергамотом придадут силу бодрости. Это все правильно, хорошо. Хотите, чтобы от головной боли и силы и бодрости, применяйте розмарин и уберите три эфирных масла из этой смеси. Попсовые картинки про семь головных болей, причем они очень так четко разграничены. Если спереди, то это одно от гриппа, если сзади, то другое. Ой, любой либо физиотерапевт, либо невролог, либо любой специализированный врач, который работает с болями, рассмеется, либо расплачется, глядя на эти картинки, но это не соответствует ни одному канону. Или если у вас есть опыт, негативный опыт, то, что вы ощущаете мигрени периодически, эта картинка вас только разозлит. Вы не понимаете, вы не знаете, что такое мигрени. Это вот это вот что-то где-то рядом со лбом? Да нет. Мигрени — это когда болит весь мир вокруг тебя, с эпицентром в твоей голове, и от нее не спрячешься, потому что это прямо там, где болевые центры, и вот они болят. Ну, как вы ощущаете, может быть, это и не так, но есть боли при менингите, а есть боли просто при повышенной температуре или при... когда вы перепили. Есть непосредственно тогда, когда вы пьете ощущение, а есть уже похмелье. Есть боли, когда вы восстанавливаетесь от заболеваний, просто вот количество токсинов, продуктов метаболизма, вот так можно сказать, проходит мимо вашего детектора в головном мозге, который говорит, у меня что-то засоренная кровь немножко, мне не нравится это, либо мало кислорода, либо еще что-то. Очень много разных болей, и их классифицировать, ну, не знаю, кто считает себя настолько великим гением, что скажет, все, наука остановилась, больше она ничего не найдет, я уже готов классифицировать эти боли. Вы можете классифицировать, переклассифицировать и недоклассифицироваться, потому что их много, и они перетекают в одну в другую. Когда есть головные боли, есть кластерные головные боли, это одно и то же, или разное. А когда головная боль является триггером мигрени, вы будете две боли, вы себя вписываете, или это одна, когда головная боль, она запускает процесс, у вас начинается мигрень. Для вас это разное, но они переходящие. А посерединке, когда в момент перехода, это другая боль, или третья, или это первая, или вторая. Классификация такая, ну, не знаю, она только путает. Конечно, классно иметь такую табличку, там, если у тебя боли прям сверху на макушке, значит, у тебя повышенное давление. Ну, не знаю, для компьютерной игры это подходит. Когда вот прям так вот просто, ну, такие пластиковые человечки, у нас только одна функция. И, естественно, одна функция определяется одним септомом. Ну, жизнь сложнее, и на самом деле интереснее. И эфирные масла, и ваши манипуляции, кстати, могут помочь многими путями. Мы сложны не только в том, насколько у нас разные боли, у нас еще и разные пути управления болей. Вы не знаете, сколько у нас обходных запасных клавиатур, и пультов, и точек сброса различного накипевшего, и точек расслабления, и как при помощи природных экстрактов можно действовать на те или иные процессы. Это как бы наши запасные пульты. Если основной пульт поломался, пульт управления вашим организмом, кто-нибудь из ваших знакомых, нажимая на дополнительные кнопки, давая дополнительные какие-то экстракты, выравнивает вас, чтобы вы могли заодно приступить к своей функциональности. Вот наше тело работает очень даже мудро. Ну, представьте себе, что вам нужно спасти один автобус, которого отказали от тормоза. И у вас есть пульт управления с теми автомобилями в городе. Типа, сейчас все абсолютно поворачивают налево, а сейчас все поворачивают направо. Вот таблетка работает так. Выключаем все воспалительные процессы. Прямо все, даже те, которые нужны. И, естественно, грубо, если у вас самая активная проблема, от которой хочется избавиться, потому что вы не можете функционировать, ну, вот это можно решить так, быстренько. Но в момент, когда вы можете собой контролировать, или чтобы не допустить, или иметь какой-то запасной вариант управления этим автобусом, лучше знать точки, знать всякие упражнения и иметь этапные масла по-другому. Потому что каждый раз, спасая один автобус, вы все-таки слишком грубо воздействуете на всю дорожную систему и будет 10-20 ДТП разных. Потому что все поворачивать налево одновременно не могут. В каждом конкретном случае нужно когда-то направо, ходить налево. Это нужно такой намерзмент организма очень эстетичный. Организм сам умеет собой управлять. И мы должны помогать ему только тогда, когда он не справляется. Или когда мы понимаем, что он катится не в ту сторону, его нужно немножко как-то подкорректировать себя. Если у вас есть проблемы типа головных болей, да, в этом направлении он не справляется. Но, надеюсь, кишечник вас не подводит. Но если вы пытаетесь исправить головные боли за счет всего, что угодно, то типа везде течет. Ладно. И там хорошо протекает поколенностный мороз был в голове и ничего не застревает. Кровь и снабжает предворотом, у вас не болит голову. Зато у вас снизу начинает все течь. Ну, это грубо. Если говорить, это просто такой приказ все налево или всему течь, вот так работает таблетка. Таблетку вы не в голову кладете, правильно? Вы выпиваете, значит, организм говорит, так, теперь у меня приказ всему организму все воспаление нужно снижать. А воспаление это же не только проблем, это и борьба с проблемами. Воспаление это строительные леса. Когда вам косметолог сделал чистку лица, у вас это покраснело, потому что оно решило обновиться. Оно там начинает бороться и восстанавливает ваши клетки и делает вас положше и красивее. Без строительных лесов очень сложно. Конечно, аспиринчику выпейте или наоборот вы его нанесете, растолчете и нанесете прямо на кожу. Конечно, прыщей будет меньше, но и восстановление методов будет лучше. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова